Степная зона Кубани Не радует глаз пышным убранством Но ласковое Азовское море Восполняет недостаток зелени Должанская коса славится Своими ракушечными пляжами И хорошими погодными условиями Именно здесь уже третий год подряд Был разбит молодежный лагерь Участников фестиваля «Православный Азов» Более ста юношей и девушек Из всех благочиниейской епархии А также гости Екатеринодарской и Тихорецкой епархий Кубанской митрополии Представители Ростовской-на-Дону епархий Донской митрополии Прибыли на форум, чтобы принять участие В насыщенной программе слета Включающей в себя множество Различных мероприятий Мы очень давно мечтали попасть На этот фестиваль Но так как ребята у нас были Более младшего возраста Мы ждали, когда же им исполнится 16 лет На самом деле наш клуб первоначально Был братством православных следопытов И в этот отряд у нас входили В основном детки из малообеспеченных семей Детки-сироты И вот мы занимались при храме Сейчас эти ребятки подросли Возмужали Как раз им уже наступило 16 лет И мы уже вполне можем их привезти На такой фестиваль, как православный Азов Некоторые ребята уже не первый раз Принимают участие в фестивале Молодежной культуры православный Азов И уезжая отсюда Каждый раз мечтают вернуться сюда вновь Я в прошлый раз познакомилась с очень многими Новыми друзьями И поэтому благодаря этим впечатлениям Благодаря этим всем эмоциям хорошим Мне захотелось сюда еще раз приехать и вернуться Все благочиния Ейской епархии Приняли активное участие в обустройстве И подготовке лагеря к новому сезону Была скошена трава Оборудованы умывальники Спортивные площадки Места для проведения мастер-классов И общей трапезы И конечно же подготовлены площадки Для разбивки палаток Предусмотрены все меры бедоопасности Ведь основная масса приехавших Подростки А то, что уровень организации фестиваля Растет с каждым годом Отмечает все его участники Все лучше и лучше И организация, и ребята И по всему Я очень благодарна, что устраивается подобное Очень, слава Богу Благодарю организаторов И я считаю, что просто для молодежи Уникальная возможность В принципе, желающих попасть На православный Азов Молодежи у нас очень много Организаторы позаботились И об единой форме Майки и кепки С символикой фестиваля Получили все участники Программа слета Расписана буквально по часам Каждому нашлось дело по душе Но началось все С общего построения И молебна на благое начинание Походная часовня Главный атрибут православного лагеря Впервые в этом году У фестиваля появилась И своя икона-покровительница Образ Божьей Матери Азовская Был специально написан Для пятого молодежного форума Православный Азов Азовская икона Божьей Матери Имеет еще одно наименование Знамение множества мира Это сакральный, почитаемый И очень интересный С историко-философской точки зрения образ Все это было связано С событиями, которые происходили В конце 17-го В начале 18-го века Руководитель Епархиальной комиссии По культуре диакон Олег Бесхлебный Подробно рассказал участникам фестиваля Об истории написания И сюжете Азовской иконы Божьей Матери Существует предание, что она была написана После явления Богородицы Во время осады Азова И ее заступничества за казаков С напутственным словом К участникам фестиваля Обратился руководитель Молодежного отдела епархии Протый Иерей Александр Брижан Очень важно, чтобы мы с вами Научились жить Вот такой большой Хорошей, дружной семье Это очень важно Чувство локтя должно присутствовать Всегда и у каждого человека Поэтому поддерживайте Ну и, конечно же Это и это первая очередь Обязательно Это послушание Вы должны быть в послушании Ваших руководителей Руководители должны незыблемо Соблюдать правила нашего лагеря Вот Мы с вами находимся рядом У моря У воды Поэтому, пожалуйста Следите друг за другом Далеко не заплывайте Казалось бы, море мелкое Но стоит свои опасности После обеда у всех свободное время Погода благоприятствовала Море рядом А что может быть лучше В жаркий летний день Кроме морских купаний В это же время На спортплощадке Шла подготовка К волейбольному турниру Быстро сформировав команды Ребята окунулись В азарт спортивной битвы А болельщики Активно поддерживали их Уже вечером участников фестиваля Ждало еще одно интересное событие Творческий вечер Всякое дыхание Дославит Господа Каждый желающий Мог выступить На импровизированной сцене Звучали стихи Песни Ребята подготовили Небольшие сценки Выведи меня отсюда Человек С крыльями Я хочу найти Рельеф и следа На воде Мне когда-то Было слово Я его выменял А теперь так много слов Все не те В этой темноте так просто За врагов принять друзей За любовь принять Измену Слепо растоптать цветы И не вырваться из плена Этой жуткой темноты Не пугайтесь Истерично Не рубитесь горяча Нужно просто Черкнуть спичкой И опять Горит свеча И опять душа согрета И опять светло вокруг Снова тонкий луч Света Согревает Согревает Освещает Жизнь Вокруг Ну что матушка Приближается день памяти Архиерея Святителя Николая Всегда мы чтили этот день Но теперь мы уже стары И нищи И не сможем Отпраздновать этот день Ты знаешь Господи мой Что настает Конец нашей жизни Но мы никогда Не предадим Не предадим Наших намерений И не перестанем Любить Господа Конечно матушка Представители Молодежной Субкультуры В своей манере Рассказали о проблеме Интернет Зависимости У современных людей Останови Виртуальный обман Свою реальность Выбираешь ты сам Ничего не даст тебе Компьютерный рай Очнись Не умирай Сейчас все по-другому Живем и по-иному Виртуальная реальность Ружит нашу основу И ты погряз В нее полностью с головой Из нее нет выхода А ты уже сам не свой Зрители благосклонно Отнеслись к каждому Выступающему И всех наградили Аплодисментами А затем вечернее Молитвенное правило Вновь собрало всех У походной часовни Господи, чести греки наши Владыка, борься беззаконие наши Закончился первый день форума Впереди у ребят Еще три дня Насыщенных разнообразными событиями Утренней молитвой Встретили ребята Новый день Который был посвящен Истории и спорту Ейская епархия Давно и плодотворно Сотрудничает с районным Управлением молодежи И на этот раз Его представитель Карян Маргарян Провел с ребятами Обучающий семинар Лига дебатов Данный проект Направлен на воспитание Грамотной молодежи Политически подкованной Молодежи Молодых людей Которые Осознанно Не боясь чего-то Или кого-то Могут И способны Выражать свою точку зрения Причем делать это Грамотным Четко поставленным Языком И хотя Это игра Но у ребят Появилась прекрасная Возможность Постичь азы Ораторского искусства Научиться Умению Концентрироваться В критических ситуациях Внимательно Слушать собеседника Правильно Формулировать Свою мысль И грамотно Ее излагать Даже если вы думаете Что ночь лучше дня То вам все равно Нужно доказать Что день Лучше ночи Потому что это Ваша точка зрения И даже Очень хорошо Если вам попадается Такая тема Которую вы не верите И вы ее начинаете Доказывать Это и Служит вам Толчком Для постигания Критического мышления Дебаты Развернувшиеся На форумной площадке Затрагивали Самые наболевшие Вопросы современности Здравствуйте Меня зовут Данил И я премьер-министр Команды правительства И эта палата считает Что для лиц Не достигших 14 лет Нужно полностью запретить Доступ к социальным сетям Как таковым полностью А для лиц Достигших 14 лет Необходимо ввести Регистрацию В соцсетях При посредствах Паспорта Или иных документов Удостоверяющих личность Меня зовут Михаил И я лидер Оппозиции Моя палата считает Что ограничение Регистрацию В социальных сетях Лицам Достигшим 14 лет Это неправильно Со стороны государства Так как Социальная сеть Это свободная платформа А по конституции Российской Федерации Запрещено Присягать На свободу людей Свободу слова Свободу общения Свободу организации Можно считать Социальную сеть Неким Оплотом Где собираются Разные люди Общаются Переговариваются А получается Государство Запрещает Оно противоречит Своим же Собственным словам Противоречит Конституции Это неправильно Кто из ребят Был убедительнее Решали Общим голосованием У взрослых Своя точка зрения И они тоже могли Ее высказать Когда вам дается Свобода Вы что делаете Кто идет Свободно читать книги Чтобы развивать Своё сознание Кто идет Добровольно Делать какие-то Добрые дела И помогать людям У нас свобода Когда получается У нас к чему мы идем Нам бы погулять Нам бы где-нибудь Полазить А в итоге Доходит до того Что люди Тонут Люди Сбрасываются И так далее И тому подобное То же самое Наши группы Смерти Которые появились Очень активно Интересной И полезной информацией Поделилась с ребятами Заведующая библиотекой Храма Великомочника И целителя Пантелеймона Станицы Каневской Елена Чичеварихина Во время круглого стола Православие И спорт Тема Если бы молодежь узнала До того Востребована И нужна им Ну а возникла она Первоначально Когда У нас на Кубани Проходили Олимпийские игры В Сочи В 2014 году И вот везде По школам Ребята к нам приходили На эти мероприятия И мне захотелось Именно рассказать О важности Нравственности В спорте Пожелания спортсменам Чтобы не всегда На первом месте Был Бог Душа А потом тело У ребят была возможность Научиться что-то Мастерить своими руками Особенно был востребован Мастер-класс Кубанская керамика Под руководством Гончара Василия Злоткина Желанным гостем На православном Азове Стал артист Театра и кино Павел Ярлыков Работаю в Московском Художественном театре Олега Табакова Закончил также Школу Студия МХА В 2011 году Ну и снимаюсь в кино Сейчас вот Нахожусь здесь К вам приехал Не издалека Приехал из станицы Каневская Где мы Организовали с актерами Школу актерского мастерства Сделали И уже год воспитываем Там набрали одаренных людей Ребята отобрали Значит И В следующем году В Краснодаре Мы сделаем свой театр Откроем С этими ребятами Павел подробно Рассказывал ребятам Как он нашел дорогу храму И как православие Помогает ему в работе Я так же как и вы Соблюдать заповеди Божьи Стараюсь И Читаю Евангелие Вот Знаю Для чего мы сюда Пришли на землю Посланы сюда Значит Не для того чтобы дома себе Строить здесь И набивать карманы А для того чтобы Изменить себя Поменять свой характер Я учился просто и все Получал профессию Но потом когда я столкнулся Со словом Божиим Я Понял что Этой профессией Я могу Ну как сказать Мне же Господь дал этот талант Значит я могу Этой профессией Продвигать дело Божие Чтобы немного познакомить молодежь С актерским делом Павел преподал небольшой группе ребят Урок профессионального мастерства Тренирующий память Внимание Чувство ритма И воображение И не каждый справился С этими простыми На первый взгляд Упражнениями У нас 11 человек Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый Мы стоим Делаем квадрат Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Первый пятому Пятый десятому Десятый второму Вечером участники фестиваля Вновь могли выбрать отдых по душе Кто-то отдал предпочтение морю А некоторые решили принять участие В прохождении специально подготовленной дорожки С препятствиями на велосипеде Возрастных ограничений не было Учитывалось только мастерство И скорость прохождения дистанции Жизнь в лагере текла в обычном русле Организаторы старались, чтобы у участников Не возникало никаких бытовых проблем Помощников было предостаточно Уборка лагеря, дежурство по столовой Волонтеров искать не приходилось Мой внутренний голос подсказывает Как бы, что нужно помогать Не то, чтобы жду благодарности Как-то помогаю И просто, чтобы кому-то было легче Еда была самая простая Но капризов не было Ведь для ребят главное общение Которое продолжилось после вечерней молитвы Что может быть лучше для завершения Такого насыщенного эмоциями дня Как живой разговор у костра И же вечерние беседы с молодыми священниками Возможность задать любой вопрос Атмосфера доверия Отсутствие запретных тем Как этого не хватает многим ребятам В обычной жизни Спрашивали о многом И батюшки охотно отвечали На самые неожиданные вопросы А вот зачем вы блогерством занимаетесь? Эту тему уже один батюшка На этот вопрос один батюшка ответил очень ярко Из батюшки онлайн Из проекта Если бы апостолы жили в наше время То они бы были самыми активными Затронули тему воспитания детей Попытались выяснить Откуда появляется присыщенность в жизни Почему у молодых людей Возникает суицидные наклонности Разговор получился интересным И каждый мог сделать какие-то выводы для себя Утром 28 июля Участники фестиваля православный Азов Отправились на божественную литургию Свято-Троицкий храм Станицы Должанская Это был день памяти крестителя Руси Святого князя Владимира И о его непростом выборе религии для себя и страны Ребятам напомнил своей проповеди Иерей Константин Мальцев Князь Владимир желая все-таки сплотить в вере И в единстве весь народ Который, по сути, каждый князь по себе жили И порой братом рад восставал Он хотел найти Он послал своих гонцов Чтобы они привезли весть О каждой религии, которую он выслушает Но уже у него был зачаток веры христианской Которой ему, может быть, не в идеале Но все-таки дала его бабушка равнопостная Княгиня Ольга И уже он склонялся к христианству Православие не только говорит Не делает того или чего-то Не запрещает Православие это праздник каждый день И этот праздник видит, который свою душу открывает для Бога Который ищет Бога Святых Христовых Тайн в этот день перечистили 25 ребят Мы в этот раз, не в этот раз, а вообще взяли ребят Не только тех, которые причащаются и ходят в храм А взяли тех ребят, которые слышали от кого-то, где-то Но, к сожалению, их родители, бабушки, дедушки, допустим, не водили в храм И мы их взяли для того, чтобы они, побывав в этой атмосфере Почувствовали, что это такое Чтобы они приблизились к Богу И, слава Богу, вот сегодня у нас часть тех ребят Которые никогда в жизни не причащались Сегодня они идут на исповедь и причащение То есть я думаю, что вот такие фестивали Они очень важны не только для тех, кто уже глубоко верующий Но и для привлечения молодежи, чтобы не побывав в этой среде Окунулись в нее, почувствовали, что это добро, что это хорошо И могли тоже прийти к Господу благодаря вот таким фестивалям Как получилось вот с нашими несколькими ребятами После литургии и братской трапезы Все направились на пешеходную экскурсию по Должанской Которую с большим чувством провела краевед Алла Гречина Мы являемся ровесниками районного ныне центра А изначально купеческого мещанского города Ейска Морского порта города Ейска Но в отличие от горожан и мещан Основавших единственный не казачий город на севере Кубани Станицу Должанскую основали выходцы Из малороссийских восточной украинской губернии Прежде всего Полтавская и Харьковская Но немножечко из Екатерина Слава Нынешнего Днепропетровска Пришли к нам переселенцы И пришли они осенью 1848 года Остановившись на этой возбольшенности И оказывается уже до официального основания станицы Стояла Свято-Троицкая небольшая деревянная церковь У станицы есть свой небесный покровитель Святой новомучник Григорий Троицкий Который в начале 20 века служил в Свято-Троицком храме Сохранился даже дом, в котором он жил В последние годы заметно вырос интерес общества к своей родной истории Участники экскурсии между прошлым и будущим перемещались не только по современной станице Но и путешествовали во времени Вместе с отрядом казаков под предводительством Кашевого атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепеги Высаживались на Азовские берега Благодарили матушку-императрицу за подаренные предкам земли Охраняли границы юга России Промышляли русского осетра Историческая тематика была продолжена и на форумных площадках фестиваля Дискуссия на тему уроки столетия привлекла новых участников А на интеллектуальном ринге сражались знатоки Особо интересующиеся жизнью и подвигами Святого благоверного князя Александра Невского Мы с ребятами на камине праздников На камине дней почитания святых Всегда проводим с ними лекции, беседы с батюшками Рассказываем, проводим викторины, чтобы они лучше запоминали Потому что когда они пишут, естественно, память лучше остается Так и сегодня по окончанию службы наши ребятки будут проходить викторину игры на эту тему С интересом были встречены гости, члены Ейского клуба «Рать» Они провели историческую реконструкцию и показали способы владения оружием прошлых лет Здесь же провели мастер-классы по технологии изготовления и владения разными видами оружия Вот сабелька, можете подержать, залезть, не трогайте Она была еще, начиная с XII-XIV веков на Руси, использовалась вполне себе Стальная, у нас она из рессоры, переплыванная Вечером в гости к участникам фестиваля прибыл правящий архиерей Ейской епархии Епископ Ейский Кимашевский Герман Познакомившись с условиями быта и отдыха ребят, владыка пообщался с молодежью в формате открытого диалога Он не только вспомнил вехи истории нашей страны, но и проанализировал глубочайшие перемены Произошедшие в обществе в начале XX века и трагические последствия превращения Святой Руси в безбожное государство Владыка Герман ответил на множество различных вопросов, которые задали ему участники слета Архипастер благословил собравшихся, ей каждому на память вручил иконку Божией Матери Азовская Праздничный день завершился концертом арт-группы «Ларго» Артисты с удовольствием откликнулись на приглашение побывать на православном Азове Благодарные зрители встречали их здесь уже во второй раз С вашего благословения, Владыка, нам очень приятно быть здесь, видеть знакомые лица, видеть друзей, видеть молодых людей, которые приехали на этот удивительный лагерь, православный Азов Репертуар у коллектива самый разнообразный Зрители подпевали и, не жалея ладоней, аплодировали артистам, а затем и вовсе пустились в пляс Поздравляю, молодец! Ранним утром участники православного Азова прибыли в Ейск Отсюда отправился крестный ход по водам Азовского моря на остров Ейская коса У памятного креста, установленного на месте трагической гибели детей летом 2010 года, Владыка Герман отслужил литью по утонувшим, о душах которых молились и духовенство, и молодежь В 2010 году здесь отдыхали и случилась такая большая трагедия Детки погибли вместе с инструктором По благословению владыки мы постоянно здесь совершаем упокойную литью Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Еще одно мероприятие из насыщенной разнообразной программы фестиваля ждало участников на берегу Посещение епархиального церковно-исторического кабинета Увлекательную экскурсию по нему провел руководитель епархиального отдела по культуре диакона Олег Бесхлебный Много интересного и нового из истории Кубани узнали здесь ребята Какие-то факты заставили их задуматься, какие-то принять важные для себя решения Я бы пожелала им найти эту дорогу в первую очередь И как бы любому человеку, будь то взрослый, маленький, без Бога жить невозможно Хочешь ты этого, не хочешь Я бы помогла любому другу, даже незнакомому найти дорогу храма Разъезжались ребята с желанием вернуться сюда вновь Фестиваль православный Азов давно и прочно заявил о себе как о востребованном молодежном проекте Подводя итоги пятого юбилейного фестиваля, правящий архиерей отметил его значимость для современной молодежи Я хотел поблагодарить всех, кто потрудился на этом поприще Потому что подготовка шла не за месяц, не за два, а намного раньше начали готовиться И в этой подготовке приняли участие у нас все благочения Но я думаю, что труд, который был совершен, он не был напрасным И в этом году качество проведения формы, оно повысилось, улучшилось Мне было очень приятно слышать добрые отзывы от тех, кто там от начала до конца проживал Я в первую очередь говорю о нашей молодежи Они были очень довольны теми условиями, которые в этом году были предоставлены и созданы Организаторы и все, кто принял активное участие в проведении молодежного фестиваля православный Азов Получили из рук епископа Германа дипломы в благословение за праведные труды во славу Святой Церкви Проект молодежного фестиваля православный Азов выдержал проверку временем КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ